таких 2 килограмма мороженка 35 вот она почти килограмм сыра 406 взялась и вот такой несколько там был и клубничный еще какой-то вкус 2 фунта нутелла 350 грамм тоже 2 фунта стоило вот такое добро орехового паста 25 тут выгодно очень брать вот такие консервы с лосося по 4 штуки 250 ну или одну вот такую я брала за 069 и классная фишка чизкейк вот такой их 2 идет запечатанных фунт 79 ну блин это просто ням-ням-нямка спагетти недорогие вот такие будут 039 печенюшку я посмотрю почему вот такая тоже очень дешево натуральный сок я взяла яблокоманова тоже фунт плюс-минус вот такие вот за печенье посмотрела 30 еще я беру вот такого плана масло она типа рамы там они разные бывают только не помню фунт с копейками минус она стоит его я использую каши картоху чтобы не использовать обычное масло масло здесь очень вкусно есть подсоленное его очень много надо смотреть потому что я например соленая не люблю потому что я люблю на печенюшки намазать или счетчик где-то полтора фунта такое масло стоит и самая бомбическая фишка которую мне и самой подсказали вот такой бекон сейчас у меня замороженный но он вообще не заморожен продается то есть его открываешь и сразу можешь кушать но я его немного прожариваю на сковородке там с яйцом на бутер очень классно но и например к пиву его есть тоже круто получается за полкило 75 копеек вообще свинина здесь дорогая потому что я брала тело 300 платила за него 5 фунтов то здесь можно посчитать что килограмм выходит полтора фунта так он еще такой как прикопченный но в общем классная штука и она продается в теска его надо там просто найти где она лежит и радовать себя может у кого еще какие лайфхаки есть по поводу что здесь брать выгодно буду не против их прочитать в комментарии и знакомый посоветовал на днях вот такая с тайского макрела то есть скумбрия говорит очень вкусно и питательно он берет прямо с собой на поле как тормозок и не с хлебчиком его кушает посоветовала там они разные вкусы бывают сказал чили ему больше всего нравится еще не пробовала но взяла себе три вида не знаю попробую скажу как я экономлю на йогурте покупаю вот такой греческий йогурт килограмм его здесь насыпаю его какую-то пару добавляю немного не килограмм сахара банантика перемешиваю и круче чем обычный йогурт потому что если взять 400 грамм даже 350 грамм йогурта обычного не такого вкусного просто с ванильного например то будет где-то 80 80 копеек стоит а это стоит фунт на девять хочу рассказать что моя коллега на амазоне заказала себе айфон что у нее здесь почему-то он перестал заряжаться и кстати это уже третий человек который говорит что у него перестает здесь заряжаться телефон может это просто совпадение я не знаю но в общем у нее выхода другого не было купить себе телефон новый заказала и он вышел на наши деньги где-то 18 18 с копейками на тот момент когда у нас вот подруга вчера на себя iphone за 22 500 то есть выходит здесь даже выгоднее это раз после чего я решила себе купить наушники потому что на работе вы помните мою историю то что я не сильно люблю болгарскую музыку хотя с музыка на сейчас немного построже музыку практически не слушают а если слушают тихо не так что она все более слышно но тем не менее ее слушают и разговаривать они не перестали вот потому я себе заказала маршалы давно хотела вот такие надеюсь что микрофон через них вам меня еще лучше слышно чем было слышно до этого потому что я помню что меня тут плохо слышно то еще чем так что надеюсь я этот некомфорт убрала и теперь будут видео еще лучше в общем не пришли сегодня эти наушнички я очень рада что они пришли пришли кстати мы их заказали позавчера ночью где-то наверно в 11 ночи и сегодня с утра я в часов 10 утра пошла их и забрала кстати сейчас вам видео увидите как как это все происходит у нас есть спорткабина где сидит начальство скажем так и рядом с ней просто пластмассовый ящик в который вся почта приходит туда слаживает и приходишь забираешь это жестко потому что даже iphone ты можешь туда купить и 12 iphone который стоит вообще кругленькую сумму и он просто там лежит не знаю это стрёмно хотя я думаю там наверно есть какая-то камера если кто-то возьмется не свою посылку все таки можно будет это вычислить как-то так это что касательно посылок кстати что заметила ну на дэе но весь товар который мне интересовал почему-то немного дороже чем на амазоне хоть и считается что это и вроде бы как английская площадка на а амазон американская но тем не менее амазон дешевле на жду за своей посылочкой проверим пришла она или нет короче у нас тут ящик такой рядом спорткабина и здесь всякие посылки чтобы поднимали сюда iphone и так дальше приходит и вот здесь походу по размеру мои наушники и будут амазон пора им амазон пора им агонь агонь